Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И, продолжая разговор о Евангелии от Матфея, обратимся сейчас к восьмой главе. Здесь, сразу по окончании Нагорной проповеди, Евангелист помещает несколько рассказов о чудесах, которые совершает Господь, и еще некоторых событиях, некоторых разговорах Его с людьми. Да, последовательность, которую мы здесь видим, для Евангелиста имела некий смысл, надо полагать, но отнюдь не означает, что в самом деле все реально в такой последовательности происходило. Здесь, как это и в других местах Матфей делает, он подбирает один за другим несколько рассказов. В частности, вот здесь рассказы о чудесах. Начинается все с исцеления прокаженного, который подходит к Иисусу, а проказа, надо сказать, была не просто заразной, неизлечимой смертельной болезнью, но еще и прокаженные в этом религиозно-культурном контексте считаются нечистыми. Они не имели права входить в поселение, прикасаться ни к чему, к чему прикасаются здоровые люди. К ним нельзя было прикасаться, а тот, кто прикасался, становился сам изгоем. И вот этот человек подходит к Иисусу и говорит, если хочешь, можешь меня очистить. Удивительная совершенно формулировка, потому что, ну, кто из нас поднимется до таких нравственных высот, чтобы в смертельной болезни сказать Богу, Господи, если хочешь, можешь меня исцелить. Но на самом деле это важно. Да будет воля твоя на земле, как на небе. Если ты хочешь, решающим фактором является твоя воля. Да будет не как я хочу, но как ты. Это фундаментальная вещь, о которой свидетельствует здесь евангелист. И дальше он говорит о том, что Иисус уж, конечно, не прогоняет его и не говорит там «отойди на 20 метров», а протягивает руку, прикасается к этому человеку и говорит «хочу очистить». Потому что для Иисуса важен человек, а не его поврежденность, человек, а не его болезнь, которая, в конце концов, приходящая. Вот, он говорит «да, хочу». Нет воли отца моего, чтобы погиб один из малых сих. Иисус приходит для спасения. Дальше, заканчивая этот раздел, Матфей вспомнит цитату из Исаии Вавилонского. Он взял на себя наши немощи и понес болезни. «Хочу», — говорит Иисус, — воля его в том, чтобы вот этот прокаженный очистился. И прикасается к нему, что вообще совершенно невероятно. Потому что, повторяю, он относится к нему как к человеку, а не как к носителю болезни. Человек на первом месте, а не болезнь. Но, правда, Иисус после этого вынужден сказать этому прокаженному «никому не рассказывай». Никому не рассказывай. Потому что, если прокаженный кому-нибудь расскажет, Иисуса больше ни в одну деревню не пустят. И он сам вынужден будет стать на продолжительное время таким изгоем. Он говорит «пойди, покажи священнику, чтобы он засвидетельствовал, что ты чист». И, по-видимому, это не единственный случай такого рода. Ну, вот здесь Матфей помещает этот рассказ в таком виде. Для него значит важно. «Да будет воля твоя, и я хочу, чтобы ты очистился». И самое главное, то, что для евангелиста важно засвидетельствовать об отношении Иисуса к этому человеку. Дальше, следующий эпизод, тоже, в общем, по-видимому, заимствованный, источник, по крайней мере, заимствован Матфеем из так называемого документа Ку, откуда его и Лука тоже почерпнул, рассказ об исцелении слуги Сотника. Сотник, трудно сказать, был ли он иудеем или римлянином, ну, или представителем какой-нибудь другой нации, служившей в римской армии. Ну, скорее всего, он был язычником, да. Тем не менее, он дерзает прийти к Иисусу и попросить о помощи для своего страдающего слуги. Ну, вероятно, речь идет о достаточно молодом человеке, потому что слово может быть переведено и как слуга, и как подросток. Иногда некоторые толкователи даже говорят, что, может быть, речь идет о сыне, но это менее убедительный перевод. Все-таки обычно надо говорить, мне кажется, надо говорить о слуге. Вот он, говорит, слуга мой лежит дома, жестоко страдает. На что Иисус говорит, я приду и исцелю его. Как ты можешь туда прийти? Ты иудей, ты не имеешь права войти в дом язычника, потому что ты осквернишься. Ровно то же самое, что мы видим в предыдущем эпизоде с прокаженным. Для Иисуса важен страдающий человек, а не какие-то все внешние обстоятельства религиозной чистоты, нечистоты и тому подобное. Я приду и исцелю его. Сотник, шокированный этим, говорит, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой. Достаточно твоего слова, достаточно твоей воли. Да, евангелист только что нам рассказывал о воле Иисуса, об исцелении хочу очистить. Вот, сотник тоже говорит о том же самом. Достаточно твоей воли, чтобы ты сказал, и он выздоровеет. Я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой. Но только скажи слово, только эту свою волю сформулируй, вырази, произнеси. И вот слуга исцеляется, а у сотники Иисус говорит, истинно, истинно говорю вам, даже в Израиле не нашел я такой веры. Какой? Во-первых, веры в волю, в слово Иисуса, и веры в то, что значение имеет не достоинство сотника, который не достоин, а воля Бога о спасении людей, явленное нам в Иисусе Христе. Вот, и дальше Господь говорит, что на самом деле отбор в царство совершается не по принципу принадлежности к народу-богоносцу, а как-то совсем по-другому. Оказывается, придут язычники с востока и запада и возлягут с Авраамом и Исааком в царство небесное, потому что они доверяли Богу, доверяли Богу, давали воле Божьей пространство в своей жизни. Вот что тоже важно в этой истории. Следом, евангелист Матфей помещает исцеление тещи Петра, о котором Марк рассказывает вообще в самом начале, Лука тоже ближе к началу своего Евангелия, где Господь приходит, прикасается к ней, исцеляя еще и множество других больных, и горячка оставила ее. И, собственно, мы видим здесь один только нарратив, который нужен евангелисту для того, чтобы подытожить все три рассказа об исцелениях, словами «Он взял на себя наши немощи и понес наши болезни». Если мы вспомним продолжение Исаия, наказание мира нашего было на нем. Исцеление для Матфея – свидетельство о том, что Иисус действительно Мессия Израиля. Вот что для его читателей, для тех, для кого, собственно, он писал, на кого ориентировался, вот что важно. Он взял на себя наши немощи и понес болезни. И мы думали, что он был наказуем Богом, а он взял на себя наши немощи и наши болезни, говорит Исаия. Это свидетельство о том, что в нем действительно явлено то самое спасение Божье, на которое столетиями уповают люди. Дальше небольшая такая короткая вставка, два диалога с двумя разными людьми. Матфей говорит о том, что там были такие толпы, так много народу, что уже ничего было невозможно, ни молиться, ни проповедовать, ничего. И Иисус повелел своим ученикам уплыть, отплыть на другую сторону Галилейского моря. И вот один из людей, которые при этом присутствовали, говорит Иисусу, все равно пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. И вот Иисус ему отвечает, а мне некуда идти, некуда. Лисы имеют норы, птицы небесные гнезда, а сыну человеческому негде преклонить голову. Для книжника это, в общем, пугающий выбор, потому что пойти за Иисусом, это значит, что ты идешь за Иисусом, и больше ни за кем, и ни за чем, что ты выбираешь Иисуса, а все остальное как получится, как даст Бог. И, в общем, Матфей не рассказывает о том, какой выбор совершает книжник, потому что, по-видимому, считает для читателя не это важным. И почти тут же другой из учеников говорит ему, вот, я пойду за тобой, но когда-нибудь потом, потом, позволь мне сначала похоронить отца моего. Дело не в том, что отец умер и лежит непогребенным. Иудеи хоронят в тот же день человека. Поэтому, по мнению большинства толкователей, наиболее убедительному, отец этого человека еще вполне жив. Он не говорит о том, поэтому, когда об этом идет речь, суть слов этого человека, что когда-нибудь потом, когда другие мои обязательства по жизни будут исполнены, они для меня более важны, я тогда за тобой пойду. На что Господь говорит, ты или идешь, или не идешь сейчас. Все остальные обязательства вообще про другое. Они не укладываются в это пространство. Предоставь мертвых погребать своих мертвецов. Жуткая, на самом деле, пугающая и, конечно, очень смутительная фраза. Ну, вот Господь говорит именно так. Ты выбираешь идти за мной и все остальное, как получится, или ты выбираешь все остальное. Ну, вот это действительно очень трудный выбор, которого не избежать. Теперь еще два удивительных события описывает евангелист в заключительной части восьмой главы. Одно это усмирение бури, потому что пока вот Господь с учениками плыли по Галилейскому морю, сделался ветер, буря. Это довольно опасно. В общем, тут никакие объяснения не нужны. Понятно, вызывает удивление то, что при всем этом Иисус, по-видимому, был так измотан огромным количеством людей, что все равно спал на корме, спал на возглавии. И вот ученики будят Его и говорят, «Спаси нас!» И, во-первых, Христос предлагает своим ученикам некий упрек, что вы так боязливы в маловеры, потому что по свидетельству евангелиста для него важно было сказать ученикам снова о доверии, о доверии Богу, даже вот в таких трудных обстоятельствах. Это первое. И второе, конечно, вот это удивительное чудо, которое свидетельствует о власти Христа над стихиями неживой природы, когда Он говорит, «Буря умолкни, перестань!» И всё затихло. Удивительно, что подобного рода чудеса, казалось бы, должны были бы быть чрезвычайно убедительными, но на самом деле для учеников, для свидетелей этих чудес, они таковыми не становятся. Тем не менее, вот такое удивительное чудо, в котором мы можем увидеть Иисуса как человека совершенно другого, чем мы все, чем все остальные. И, наконец, в заключение евангелист помещает очень укороченный, почти законспектированный, по сравнению с Марком и Лукой, рассказ об исцелении гадаринских весноватых. Вернее, ну да, здесь два весноватых. Да, в том самом исцелении, когда Господь изгоняет демонов из этих людей или одного человека, в другой версии, они вселяются в свиней, свиньи падают в озеро, а язычники из близлежащих селений говорят Иисусу «Уйди, уйди от нас», да, потому что нам никакие исцеления не нужны ценой таких экономических убытков. Существенно важно, что, Матфей, повторяю, очень избавляет этот рассказ от тех подробностей, которыми он расцвечен у других евангелистов, по-видимому, понимая, что, ну, откуда вообще могли взяться эти сведения, скорее всего, о том, о диалоге, который происходил между Господом и Бесноватым, только Господь мог им рассказать в какой-то очень краткой форме. Да, и, по-видимому, считая вот эти подробности не вполне убедительными, Матфей предпочитает обойтись без них. А что он видит важного? Зачем он вообще эту историю приводит? А важное для него вот эти слова, что тебе до нас, Иисус, Сын Божий, до времени пришел ты сюда мучить нас. Значит, от кого-то, может быть, от Бесноватого бывшего, может быть, от самого Христа. Ученики получили информацию о том, что эти бесы исповедуют его Сыном Божьим, он им запрещает это делать, да, и освобождает человека. Ну, дальше вот там что-то такое произошло, что свиньи ополоумели и бросились в море. Любопытно, что для своих иудейских читателей Матфей совершенно не думает акцентировать там языческую нечистоту жителей этой страны или свиней, которые тоже для иудеев нечистое животное. А важно, что против воли эти самые бесы исповедуют, говорят, что Иисус Сын Божий, он вовсе не одобряет этого, вовсе не одобряет этого. Этот мотив, кстати, в других версиях этого рассказа присутствует. Да, и еще очень, конечно, важный момент, пришел ты сюда до времени мучить нас. Не вполне понятно, что в конечном итоге имеется в виду, но более убедительным представляется мнение толкователей, что Иисус в этой языческой стране до того, как Слово Божье проповедано народу Божьему, вроде как не должен был появиться. Сначала Царство открывается народу Божьему и затем всем остальным. По-видимому, такая логика была понятна и самому евангелисту, и его читателям. Ну и, конечно, может быть, больше для современного читателя очень поучительна эта история с жителями этой самой гергесинской страны, которым неинтересно, что люди исцелились от своего безумия, а интересны только вот эти самые свиньи. И они предпочитают ни в чем не разбираться, а попросить Иисуса уйти. Ну, в общем, это тоже выбор и тоже пример того, я бы сказал, как такой выбор делать не надо.